Друзья, всем большой привет! Я продолжаю оформлять свой джангбук, то есть мусорный блокнот. Буквально в двух словах это разновидность блокнота творческого журнала с использованием так называемого ненужного мусора. То есть это какие-то вырезки из журналов, газет, это наклейки, открытки, это создание коллажей и использование самых различных техник. Первую часть можно будет посмотреть по закрепленной ссылке. Я переворачиваю страницу с окошком, через которое видна старинная фотография женщины и крашу страницу зеленой и коричневой краской. На предыдущей странице есть цитата Эдварда Монка. Из моих останков вырастут цветы и я буду в них, это и есть вечность. Дабы продолжить цветочную тематику прошлой страницы, этот разворот я буду делать ботаническим, используя небольшую часть гербария, собранного мной в лесу в походах. Под каждым растением я оставляю его наименование. Переворачиваю страницу и покрываю листы красно-коричневой краской. Затем, пока краска не высохла, для неоднородности цвета я добавляю черные пятна. На этой странице я хочу сделать небольшой кармашек, наношу клей по периметру. Функцию кармашка будет выполнять небольшой отрез фатина, который остался у меня после экспериментов с вышивкой на сетке. У меня осталась страница с напечатанными нотами лакримозы из Реквиема Моцарта, которую я когда-то использовала для фотокомпозиции с антикварными открытками. Я порвала ее на несколько частей, их все я буду впоследствии задействовать в своем блокноте, возможно на самых разных страницах. Также я буду декорировать страницу высушенным листом мандрагоры. К слову, мандрагоры у нас цветет фиолетовыми цветами. Мандрагоры у нас цветет фиолетовыми цветами. В этом кармашке я буду открытку с изображением картины статуи Цереры Пауля Рубинса и Франца Снейдерса. Я перелистала несколько страниц назад после синего разворота, который мы с вами заполняли в прошлом видео, и обклеила страницы обрывками газет, уже знакомая для нас техника. Склеиваю вместе две страницы. Далее, моя задача будет покрыть этот разворот зеленой и коричневой краской. Также, как и на прошлом развороте, здесь я добавляю пятна черной краской. Несмотря на то, что в основном развороты не являются звеньями одной сюжетной истории, я стараюсь придерживаться более-менее одинаковых техник и цветовой палитры. Я переворачиваю страницу с уже высохшей краской для того, чтобы отметить будущее расположение старой фотографии. Обвожу фото по периметру карандашом. Затем я отмеряю середину этого прямоугольника, так как это потребуется для формы моего импровизированного окошка. Снизу под фотографией тоже будет небольшое окно. Затем я вырежу эти окошки резаком. Не стараюсь делать слишком аккуратно. На самом деле, мне в каком-то роде даже нравится в этих блокнотах такая небольшая небрежность. Итак, окошки готовы. Сейчас мне нужно заполнить фон для небольшого окна снизу. Для этого я приклеиваю обрывки коричневой цветной бумаги и позже я добавлю обрывки листа с нотами. Они остались после заполнения предыдущего разворота. Затем я покрываю слоем клея оборотную сторону старой фотографии и потом, конечно, склею обе страницы друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok Для заполнения левой страницы этого разворота я вырезаю из старой упаковочной бумаги несколько геометрических фигур. Их я потом буду декорировать мелкими элементами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы добавить страницы еще немного винтажной эстетики, я украшу ее белой кружевной тесьмой. Также внутри окошка под фотографией будет небольшой отрез тесьмы, но черного цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внутри небольшого окошка под фотографией также будет небольшой отрез кожаной тесьмы, для того, чтобы там можно было бы кое-что хранить. Внутри нижнего окошка я поместила старый ключ, который держится за счет приклеенной полоски кожаной тесьмы. Что касается большого окошка, здесь в качестве замка я использовала фурнитуру от старых босс. Закрываю и открываю я это окошко с помощью маленькой булавки. Чуть позже я вернусь и к маленькому окошку, чтобы добавить какой-нибудь простой элемент его фиксации в закрытом виде. Приступаю к следующему развороту. Не заклеивая текст на страницах, сразу крашу фон коричневой и красно-коричневой краской. Потом я также добавлю зеленый цвет, чтобы было небольшое сочетание по цвету с предыдущим разворотом. Пока краска сохнет, я беру несколько обрывков бумаги, которая использовалась на странице со строгами цитаты Эдварда Мунка, когда мы с вами делали самое первое окошко. Так как этот тип творческого блокнота именуется мусорным, то мне хочется все-таки задействовать действительно все ненужные обрывки газет, распечатанные когда-то изображения и так далее. На этом листе я пишу строки из стиха «Двойная бездна» Дмитрия Мережковского. И жизнь, как смерть, необычайна, Есть в мире здешнем мир иной, Есть ужас тот же, та же тайна, И в свете дня, и в тьме ночной, И смерть, и жизнь родные и бездны, Друг другу чуждой и любезной. На втором листе я пишу строки из стиха «Двойной» Дмитрия Мережковского. На втором листе будут строки стихотворения Гавриила Петровича Каменева «Кладбище». Птица ночная, жалобным криком, Душу смущает, трогает сердце, В робость приводит, бетет. Теперь я выбираю небольшие элементы, ранее вырезанные И журналов, которые подходят под цветовое настроение страниц. Субтитры создавал DimaTorzok На этом моменте я буду заканчивать свое сегодняшнее видео. Возможно, в этом году я еще успею сделать и третью часть заполнения творческого мусорного блокнота. Большое спасибо за внимание и всем пока!